Простыми словами об исчезающих профессиях Добрый день, я Ковалев Виталий Владимирович, доктор социологических наук, профессор кафедры отраслевой и прикладной социологии. Проект «Простыми словами». Какие профессии, знакомые нашим родителям, уже исчезли и не актуальны сейчас? Исчезло очень много профессий. Это те профессии, которые оказались замененными другими профессиями. Например, мы все встаем по будильнику. Когда-то мы встывали по механическим будильникам, когда-то по электронным. Сейчас мы встаем по будильникам, которые находятся в наших телефонах. Но лет сто назад была профессия человек-будильник. И этот человек нанимался представителями, как правило, рабочего класса за очень небольшую сумму денег. И в четыре, в пять, в шесть утра с помощью каких-нибудь нехитрых приспособлений, с маленьких дудочек, из которых плевались маленькими камушками, либо муковыми палочками издавали звуки для того, чтобы представитель рабочего класса проснулся и пошел на свою работу. Исчезла профессия кучера в начале 20 века, которая оказалась замененной водителем. Исчезла профессия машинистки сравнительно недавно, когда появились компьютеры. На самом деле профессии исчезло много, и здесь было бы, наверное, правильнее говорить больше о общих причинах, почему они исчезают, чем о конкретных профессиях. Десятки, если не сотни профессий исчезли. К чему приводит исчезновение профессии? Исчезновение профессии приводит к двум взаимосвязанным процессам. Первые процессы – это сложности, которые пристают перед человеком, потерявшим профессию. Ему надо что-то делать. Варианта, в общем-то, два. Либо человек превращается в маргиналы и живет на пособия, или попросту бродяжничает и нищенствует. Либо этот человек, второй вариант, переучивается. Ну, как вы понимаете, переучиваться легко ребенку, переучиваться легко молодому человеку. А если изменение профессии затронуло человека зрелых лет, то шансы на переобучение у него, если не нулевые, то они сведены к минимуму. Он всегда будет проигрывать молодым на рынке новых профессий. Если брать другое последствие, это последствия не для человека, а для общества, то оно, безусловно, может быть оценено только в положительном ключе. Ну, практически всегда могут быть какие-то исключения. Но ведь профессии исчезают не просто так, а потому что они вытесняются другими профессиями, более важными на данный момент. Ну, в самом деле, если мы вот говорим о исчезнущей профессии кучера, кому сейчас нужен кучер, если есть водитель такси? Естественно, мы можем пользоваться услугами кучера только в каких-то экзотических случаях, когда, например, ну вот, организуем свадебный экскорт и хотим что-то такое ретро сделать, да? Тогда, конечно, это будет интересно и впечатляюще для себя и для окружающих. Но, в принципе, не ездить же в самом деле на работу, каждый раз нанимая упряжку лошадей. Поэтому для общества исчезновение профессии – это просто движение вперед. К сожалению, оно сопровождается страданиями людей, которых это задевает профессионально, материально в первую очередь. Но это цена прогресса. Глобальные профессиональные изменения – это хороший или плохой признак развития общества? Глобальные профессиональные изменения – это, опять же, двойственно. Для людей, которых эти изменения касаются, это почти всегда плохо. Особенно это касается пожилых людей. Если исчезает профессия, представителями которой являются по преимуществу пожилые люди, то переучиться они не в состоянии. Это для них, безусловно, плохо. То есть они вынуждены или раньше срока на пенсию уходить, или уходить на пенсию незапланированно, потому что им, в общем, как бы хотелось еще потрудиться, они в состоянии физически работать. Но переучиться им тяжело. Глобальное общество – это хорошо, потому что исчезают профессии, которые заменяются более эффективными профессиями. А смысл общества, в общем-то, как бы заключается в том, чтобы мы ставили перед собой индивидуальные цели, слагали их в коллективные цели и находили эффективные способы достижения этих целей. То есть это, безусловно, благо. Ну, возможно, какие-то исключения здесь есть, когда исчезают действительно нужные профессии по каким-то, ну, скажем так, искусственно созданным причинам. То есть здесь речь не идет об эффективности, здесь речь идет о корыстных интересах отдельных лиц, которые прогресс пытаются использовать ради своих личных интересов. Прогноз исчезновения профессии – это почти что то же самое, что наука-метеорология. Прогнозы – это тоже попытка предсказать будущее, только сделанное на основе неких рационализированных инструментов, рационализированных действий. И такой прогноз, конечно, должен быть точным, если он претендует на статус научного, потому что наука, в общем-то, это некая объективированная форма знания. Но прогнозов было много самых разных о исчезновении профессии, и далеко не все из прогнозов сбывалось. Поэтому давайте скажем так, кому нужны прогнозы? Прогнозы нужны, в первую очередь, молодежи, когда молодежь выбирает профессию. И если молодежь сделает правильный выбор, то ее стратегия жизненного движения будет правильной. Как этот прогноз реализуется? В первую очередь мы выбираем направление или специальность, на которой поступаем. И если мы хотим оказаться в тренде профессиональных инноваций каких-то, ну тогда мы должны выбрать то направление, за которым будущее. Иногда, когда преподаватели рекламируют абитуриентам место своей деятельности, говорят, наша профессия – это профессия будущего, поступайте к нам. Конечно, это действует. Конечно, это воспринимается как прогноз. Прогноз от ученого, который обладает такими-то особыми способностями. В первую очередь интеллектуальными и методическими. Если выбор будет у абитуриента неправильный, и он выберет профессию, которая в будущем исчезнет, конечно, для него, для этого молодого человека будет трагедия. Поэтому я бы ответил так. Предсказывать, конечно, надо. Особенно для молодых людей. Для тех, которые работают и не думают о смене своей профессии, это, в общем-то, занятие бессмысленное из области интеллектуальных игроков. Какие профессии исчезнут в ближайшем будущем? Мы опять возвращаемся к сфере прогнозов. Рассуждений и попыток, так сказать, похоронить какие-то профессии много, в общем-то. Здесь, мне кажется, надо быть деликатным, потому что это будет восприниматься, с одной стороны, может быть, как реклама, и, может быть, как черный пиар, чего хотелось бы убежать, конечно. Но однозначно исчезнут те профессии, которые общество сосчет неэффективными. Например, все мы сейчас пользуемся услугами кассиров. Ну, почти все. Есть мнение, что в будущем эта профессия исчезнет. Или сведется к минимуму, потому что мы все чаще и чаще делаем покупки онлайн, или имеем возможность автоматизировать процесс продаж на месте торговых точек. И я знаю, такие планы имеются у, особенно, ритейлеров крупных. Почему для них это важно? Ну, потому что это ведет к снижению издержек на торговлю и получению прибыли. Хорошо это для людей или нет? Я думаю, в данной ситуации хорошо, потому что мы очень редко видим постоянно одни и те же лица за кассами. Там огромная текучка. То есть людям эта профессия не нравится. Следовательно, они идут туда безнадежностью. Да, есть мнение, что исчезнет профессия бухгалтера, потому что разрабатываются специальные программы, которые позволяют индивидуальным предпринимателям и представителям каких-то коммерческих организаций типологизировать стандартные действия, которые связаны с расчетом затрат, с расчетом эффективности и прочих действий. То есть предсказывается, что она, если не исчезнет полностью, то большая часть расчетных операций, которые совершали бухгалтера, будет автоматизирована. А, скажем так, один бухгалтер теперь сможет обслуживать потребности в этих условиях не одного, там, двух работодателей, как сейчас, а 50, 60, ну, примерно так. Я не думаю, что это произойдет скоро, но тенденция намечается. Как она будет реализована, трудно сказать. Возможно, да, возможно, нет. Это всего лишь прогнозы. Прогнозы не все сбываются. Сколько времени требуется для полного исчезновения профессии? Ну, давайте так. Рассуждать нужно от причин. Основная причина смены профессии – это научно-технический прогресс. Поэтому скорость исчезновения профессии будет прямо пропорциональна темпам научно-технического прогресса. Вот если будут происходить какие-то глобальные, масштабные изменения, гораздо более быстро, чем происходит сейчас, то вот те профессии, которые сейчас находятся в зоне риска, они будут исчезать, конечно, очень быстро. Другой вариант ответа может быть таким. Как правило, темпы изменения профессии зависят от смены поколений. Чем быстрее меняется поколение, тем легче происходит замена одной профессии на другую профессию. Мы знаем о том, что не все готовы сейчас пользоваться услугами автоматизированных точек для торговли, там, где нет кассира. Многие люди говорят, я ничему этому не доверяю, мне не нравится быть придатком к системе онлайн, мне нужны люди, даже совершая покупки, я хочу слушать человеческий голос. Но будут приходить новые поколения, будут приходить новые поколения, и эти новые поколения уже не будут так нуждаться в людях, как те, которые изначально не знали о возможности купить какой-то товар по интернету. Ну, это очень тяжело, про сроки говорите, то есть я не готов жестко программировать. Это все, опять же, видите, отлагательные условия. Насколько быстро будет перестраиваться сознание людей, насколько быстро будут темпы развиваться. Иногда у человека есть альтернатива, да? То есть у человека есть альтернатива выбрать, покупать у кассира или купить по интернету. Если человек будет воспринимать удобство покупки по интернету как нечто более значимое для себя, чем потребность в живом общении, тогда темпы смены профессии будут увеличиваться. Например, мне очень понравилось платить коммунальные чипок QR-кода. И с этой точки зрения даже профессия оператора банковского, она тоже потенциально вдруг начинает оказываться в системе риска. И, конечно же, если все мы перейдем на QR-оплату, ну зачем кассирам сидеть в банке, вот в том, по крайней мере, количестве, в котором они сейчас находятся? Да что там банки? Заходишь в супермаркет большой, где большое количество покупателей, а сидит один-два кассира, они просто в большем объеме не нужны, потому что люди какие-то другие способы для оплаты себе находят. Так что, если профессия не исчезнет, то она станет гораздо менее массовой, чем сейчас. То есть меньшее количество людей для этого будет требоваться. Ну, для тех, которые по старинке привыкли. Но их время тоже со временем выйдет, вместе со сменой поколения. А так, сроки по каждой профессии конкретные, их трудно определить. Это практически невозможно. Слишком много условий для этого требуется учитывать. К сожалению, прогнозы эти, они не могут быть поставлены на некую математическую формулу, которая всегда дает одинаковый результат. Какая связь между исчезновением профессии и депрофессионализацией образования? Здесь связь между таким посредником, как специальность. Дело в том, что когда российское образование перешло в режим участия в баллонском процессе, то одним из условий этого перехода стал отказ от специалитета. Отказ от того, что есть некая специальность, которой люди учат, и эта специальность дается на всю жизнь. Если вы обратили внимание, то сейчас в дипломах большей части пишут не инженеры, не учителя, не журналисты, а направления, которые студент изучает. Почему так делается? Так делается по той причине, что идеологи перехода на вот эту двуступенчатую систему, бакалавриат, магистратура, убеждены, что в будущем у людей вообще не будет никаких устойчивых профессий. Что люди будут приобретать некие знания, бесконечно переучиваться, постоянно менять свои профессиональные какие-то установки, компетенции, способности. И поэтому нет смысла в дипломах писать четкую профессию. На самом деле это приводит к профессионализации. Почему? Потому что я бы условно разделил мир современных профессий на две части. Первая часть – это профессии, которые не даются на всю жизнь, а даются для того, чтобы человек просто зарабатывал деньги. Вторая категория – это профессии на всю жизнь, поскольку это не просто место, где мы зарабатываем деньги, это еще и наше призвание. Призвание, которое мы вкладываем в душу, в сердце. И если этого не делать, то мы никогда не станем настоящими профессионалами. Это профессия инженера, это профессия учителя, это профессия военного, это профессия ученого, это профессия врача. Нельзя поработать врачом, а потом поработать учителем. Нельзя поработать инженером, а потом стать военным. Человек всю жизнь улучшает свои знания в этой профессии, улучшает свои навыки, улучшает способность взаимодействовать с аппаратами, с людьми, с агрегатами, с чем-то другим. И только ближе к старости он начинает чувствовать себя профессионалом. Если мы уходим от профессии, если мы уходим от специальности, то мы теряем людей, обладающих призванием, способными дать обществу чего-то большее, чем просто свои компетенции. Поэтому, конечно же, нам нужно вернуться к специалитету, нам нужно вернуться к пониманию того, что основой профессии является специальность, получаемая на всю жизнь. А все остальное, это, безусловно, от лукавого. Нельзя быть профессионалом на несколько месяцев. Профессионалом можно стать, если эту профессию, даже ту, которую ты в будущем заменишь, но субъективно ты ее должен воспринимать как профессию до конца жизни.